Соседский сад 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 А вы что, и меня снимаете? Ладно, для дела. Все, Физа, до свидания. Я прощаюсь с вами. И сейчас попрощаюсь с нашими слушателями. У вас только абрикосы не плодят уже в третий год. А абрикосы – это особый разговор. Вот. Ладно. Что им надо? Ладно. Надо иметь разнообразие, чтобы они одно время не цвели. Тогда будут. Ну все, извините, я это... А то меня убьют, меня ждут. Так, друзья, разговор не просто полезный. Разговор сверхполезный. Вот. Я увидел свое рождение. Правда, вы знаете, что лесная красавица, это она стопроцентная, она может быть в пять раз больше. Вот. И у одних вот такая, да? И у меня такая. У меня только один год были 250 грамм. У Чернобаева 300-400 грамм. Вот. В Сизой, там, где я рассказывал про супер абрикос Серафим, там груши достигали, эти же лесные красавицы, 600 грамм. А почему я все знаю? Потому что такая цепочка туда привела меня. Вот. Где оказалось, что... А, Валерий Константинович, определите сорт этих огромных груш. Я у вас покупала. И, в общем, вот такая цепочка привела к тому, что сейчас знаю возможности груш до 600 грамм. Хотя чаще всего такие получаются. И вот эта вот разница, она труднообъяснима, но это будет уже другой разговор. Вот еще раз полюбовались на питомник. И вот они. Нет, мы это уже проходили. Посмотрите, сколько выкопано. И сколько еще надо продать. Вот. Если бы нормально брали саженцы, а у них очень высокая себестоимость. Почему? Потому что это не перекупленные сотнями питомников. И я всегда вас учил, учу и буду учить. Посмотрели на фотографии? Посмотрели на название, набрали в Яндексе, увидели эти фотографии в Яндексе и поняли, что вас обманули. Вот. Настоящий таких питомник, он на всю страну с качественными плодами раз-два и обчелся. Вот. И еще немного, и, может быть, Сергей дальше не будет этим заниматься. Вот. С каждым годом спрос падает. Дорого не продашь, а дешево продавать себе убыток. Это не просто работа. Очень затратная. Это Сибирь. Ну вот, друзья, до свидания. Полюбовались еще. Я отключаюсь.